Продолжение следует... Доброго времени суток! Всех приветствую на канале Блобост и в преддверии выхода нового поколения консоли, пользователи, то бишь потенциальные их покупатели, в ожидании замерли, следя за развернувшейся битвой между двумя гигантами игровой индустрии. Но мы с вами не будем верить слухам про то, что будет на игровом рынке с эксклюзивами, а давайте заглянем уже имеющимся фактом в глаза. Битва за покупателей с помощью эксклюзивов давно не новое явление на рынке видеоигр. Цель их состоит в том, чтобы привязать пользователей к своей игровой платформе. Ну и соответственно, кто превзойдет в расхваливании своего тренда бренда, тот и победитель. Ему и всяческие блага в виде лавров победителя, восторженные пользователи и естественно ради чего все это затевается прибыль. В данном видео хочу обратить внимание не на технические характеристики консолей PS5 и Xbox Series X и даже не на стартовую линейку эксклюзивных игр, а на использование данных консолей в перспективе на будущее. Итак, в битве сошлись два гиганта игровой индустрии. Начнем с Sony. По моим подсчетам, им принадлежит около 15 студий разработки игр. Все их я не буду перечислять. Можете загуглить, если вам будет интересно. Остановлюсь лишь на нескольких из них. Например, Inso Maniac в середине ноября 2020 года должны выпустить новую игру про Человека-паука. Кстати, именно этой студии мы обязаны появлением серии игр Spyro. Ну, те, кто помнит, играли на разных платформах. Я играл, помню, на PS One, которая была. Далее у нас идет Sucker Punch Productions, которая недавно, кстати, выпустила экшен про самураев-призрак Цусимы. Думаю, что они тоже работают над чем-то новым. Студия Polyphony Digital, которая на протяжении многих лет пичкает нас гоночными симуляторами Гран-Туризма. Вот они сейчас также, заходил я, смотрел на сайт, трудятся над седьмой частью своей франшизы. Ну, если для вас название Santa Monica Studio ни о чем не говорит, то если вы играли в God of War 4, то вам сразу все понятно. Комментарии излишни. Последняя презентация Sony завершилась анонсом игры Бог войны Ragnarok. Выход игры запланирован на 2021 год. Существует еще несколько студий, в которых явно кипит работа эксклюзивами для Sony. Но, на мой взгляд, Sony на старте проиграла битву с Xbox, но еще не проиграла войну. Это, во-первых, и стартовая линейка цен за игру, и снова муссирующаяся новость, что Sony хочет ввести привязку диска с игрой, консоли и многое другое. Sony явно переоценили в кавычках «любовь народа» к своей марке. Им на это давно наплевать. Установили одну цену для всех, без всяких скидок, на страну игрока, его регион, его доход и так далее. Надеюсь, что их жадные менеджеры раскинут все-таки своим умишкам, что из-за этого у них наметился огромный отток потенциальных покупателей. Ну, еще бы. Не каждый готов выложить треть, либо половину своей заработной платы за игру. Но не будем о грустном. Будем надеяться на лучшее, и если Sony ведет свою провальную кампанию, ориентированную прежде всего на свою армию фанатов, то Microsoft пошли другим путем. Итак, что же там у Microsoft? Буквально совсем недавно, как стало известно из открытых источников, Microsoft сделали офигенно сильный ход. Они объявили о покупке Zenimax Media. Для тех, кто не понял, что это значит, объясняю. Это сделала в один миг Microsoft обладательницей целого ряда успешных игровых брендов. А это и Machine Games, и Tango Gameworks, и другие. Но самое главное, ребята, это ID Software и Bethesda. В результате сделки сложилась курьезная ситуация, потому как Microsoft теперь принадлежит ряд игр, например, такие как Deathloop и Ghostwire Tokyo. И хотя, как заявил глава Xbox, господин Спенсер, по данному поводу, что они достигли соглашения, и что данные соглашения и данные бренды, принадлежащие ранее Zenimax, появятся на платформе Sony. Но вот уже Starfield, Fallout 5, новая часть Doom, а главное, древние свитки The Elder of Scrolls 6. Можно будет поиграть теперь только на Xbox и PC. Вот такую вот дулю под нос приблизил Microsoft Sony. По количеству собственных студий Microsoft и так обходил Sony, а с покупкой Zenimax это преимущество только усилилось. На данный момент, по моим подсчетам, у Microsoft более двух, почти три десятка студий разработок. Остановлюсь лишь на некоторых из них. Free for Free Industrious. Эта студия по определению занимается главным эксклюзивом Xbox, Hevel. Следующая студия. Double Fine Productions. Чем они занимаются в данное время, мне неизвестно. Но сам факт, что ее основателем выступает никто-нибудь, а именно Тим Шейфер, это говорит об очень многом. Для тех, кто не в курсе, Шейфер – настоящая индустриальная легенда в мире видеоигр. Следующая студия Rare. Если вы знакомы с NES, то помните их благодаря игре Battle Toads. А вкупе с сотрудничеством с Nintendo они выпустили такой хит, как Donkey Kong Country. Также фирма Ninja Theory. Это студия из Британии, которые издавали экшен Devil Mac Cry, например. Сейчас вот они трудятся над второй частью игры Hillblade 2. Playground Games, британская студия, ответственная за выпуски Forza Horizon. Сейчас занимается разработкой новых частей RPG под брендом Fable. Machine Games. Ну и это шведская студия, которая выпустила две новых игры в старом сериале Wolfenstein, вдохнув в старую серию новую жизнь. Ну и наконец, ребята, Bethesda Game Studios. Владея данной компанией, Microsoft лишила конкурентов сразу нескольких игровых сериалов. Теперь на PS не будет ни серии Fallout, ни Elder of Scrolls. Это нокаутирующий удар по фанатам PS. Данные серии, как я говорил ранее, будут доступны только владельцам Хуанов и ПК-боярам. Так чем же закончится битва гигантов? На этот вопрос у меня один ответ. Поживем? Увидим. Хотелось бы добавить, что пользователи Хуанов, майкрософтеры, устраивают праздник. А именно, все игры, принадлежащие Microsoft, теперь будут доступны со дня релиза по подписке Xbox Game Pass. И это офигительное преимущество перед Sony, которые по подписке PS Plus втюхивали нам в месяц по две, не то что третисортных, а просто шлаковые какие-то старые игры. И если алчные менеджеры из PS все-таки додумаются снизить цены на свой продукт и по подписке откроют таки библиотеку самых свежайших игр, то для них еще не будет все потеряно. А уж если и привнесут что-то новое, да по разумной цене, то несмотря даже на проигранную битву на старте, может они и выиграют Войну Гигантов. Кстати, в истории это уже игр бывало. Будем надеяться, что они из погони за прибылью все-таки переориентируются на массовость и удержание фанатов в своих рядах, а не наоборот на их отток. Хотя жизнь покажет. Но на данный момент к покупке, по моему мнению, предпочтителем все-таки Хуан. Всем удачи! Оставайтесь на позитиве и верьте в лучшее. Всем пока! Подписывайтесь на канал и поддерживайте лайком! Продолжение следует...